На фасаде саморез-глухарь 6х150 Что бы я себе засунут саморез-глухарь 6х150 Я каждый вечер перед сном беру десяток гвоздей, прокрашиваю их очень аккуратно, раскладываю на полки, сушу... При аудите проекта, который мы сегодня будем смотреть, я так горел, что пришлось отложить монтаж этого ролика ровно на полгода. 7 декабря я аудировал этот проект и потом сразу же записал видео. И только сегодня, 1 мая, в день труда, я смог приступить к продолжению съемок и к монтажу. Ну и конечно в процессе съемок я не смог выставить ни камеру, ни свет. Я настолько горел, что просто бы не смог снять и все спокойно поставить. Я записывал это все на телефон, поэтому качеству съемки и качеству звука не удивляйтесь, но иначе бы этого ролика вообще не было. Надеюсь для вас это будет поучительное видео, потому что там видно как не надо делать и какие проекты вам могут продать под видом нормального. Давайте начнем смотреть и начнем конечно же со стен, поскольку это был один из самых гениальных узлов, которые я только видел. Вы сами сейчас все увидите, давайте смотреть. Не пишут на чертеже? Стойка каркаса сдвоенная, саморез глухарь, держатель балки. Это нереально, я никогда такого не видел, сколько можно? Узел крепления стоек к нижней обвязке и крепят его к обвязке свай. Они как будто вообще просто где-то слышали, что стойки нужно крепить к нижней обвязке и увидели, ой идут обвязка свай и к ней прикрепили. Они походу не знают, что нижняя обвязка и обвязка ростверк это разное. Комбо, это просто комбо, мне скоро-скорую нужно будет вызывать, если я буду такие проекты аудировать. Это же конченый пи***ц, это просто весь проект полная пи***ц. Доска сушеная, это в область сушеная у тебя там на рынке проектировщик, а доска сухая. И таких проектировщиков, ребят, на каждом углу, на каждом углу, и они не стесняются брать деньги. Но эти приключения со стенами были только началом. Дальше начались балки перекрытия. Как это строить, как это эксплуатировать, хрен знает. Они вообще не знают ничего о нагрузках. Я не инженер, но я, блин, калькулятор умею вбивать хотя бы лаги и смотреть прогиб на пролёте 6 метров. Да я и без калькулятора знаю, что на 6 метрах двутавр 360 нужен. Ну или 265 на 100, но не 200 на 100. Ребят, вы вообще в своём уме? Какие вы проектировщики нахрен? Каркасный дом – это батут. Батут берётся из головы вот этих проектировщиков. Пожалели просто 6 дополнительных свай, и теперь нужно городить двутавр 360 вместо нормальной доски. 6 свай, ребят, это там 25 тысяч сработы. Это по цене пары двутавров. После балок ребята плавно перешли к пирогам внешних и внутренних стен. Пароизоляция с двух сторон во внутренней стойке. Деньги заказчика? Не, не слышал. Стойка. Доска сушёная. 50 на 120. 50 на 120. Вы где такой размер-то вообще видели? И тут, на моё горе, я увидел обшивку стен. На наружной стене, снаружи, ОСБ 20 миллиметров. ОСБ 20 миллиметров, ОСБ. Вы где такое видели? Они крепость, походу, строят. Крепость. 20 миллиметров ОСБ снаружи. И фиброцементный сайдинг. Ну, вы бы тогда уже камень снаружи лепили на двадцатку-то ОСБ, чтобы ещё крепче было. Чертежа несущих стен в проекте нет. Только фронтонных. И в нём до хрена хедеров. То есть в ненесущих стенах. А несущие они не нарисовали. Отдельно, конечно, хотелось бы поговорить о крепежах в этом проекте. Но мы этого делать не будем. На фасаде саморез, глухарь, 6 на 150. Убью себе засунут саморез, глухарь, 6 на 150. Ну и добивает эту прекрасную картину построение стропильной системы данного проекта. У этого дома нет ни нижней, ни верхней обвязки. Просто нет. Там Мауэрлат, как внутренний двойной ригель. И сразу к нему крепится стропила. Снизу, без нижней обвязки, сразу крепится всё к обвязке фундамента. Стойки крепятся к стропилам уголками, конечно же. Двойные доски проёма сверху и снизу зато. Фу, ребята, это просто дикий позор. И за эти проекты люди берут те же деньги, что и мы берём за проекты, что самое обидное. А они только глухари и держатели балки умеют ставить в проект абсолютно ненужные. Так ещё и уголки на, блин, на стойках стропилам. Ну и давайте посмотрим общие рекомендации данных проектировщиков. Доска сухая строганная с обработкой антисептиком. Конечно, сухую строганную это больше нечего делать, обрабатывать. И метизы, говорят, или оцинкованные, или крашеные. Вот я каждый вечер перед сном беру десяток гвоздей, прокрашиваю их очень аккуратно, раскладываю на полки, сушу. На следующий день вот можно уже использовать. Многие красят из вас метизы. Если есть такие, отзовитесь, пожалуйста, в комментариях, потому что народ должен знать своих героев. Первое, что неудивительно, ребят, в штампе к этим чертежам, в графе разработал или главный специалист, пусто. Потому что ни специалиста, ни проектировщик там нет. Я не знаю, кто это делал, но точно не конструктор. Этот проект сделан по знакомству. Тесть заказчика порегомендовал, говорит, вот хорошие ребята, уже три дома спроектировали. Вот так, ребят, и строят тоже по знакомству. И проектируют. Хуже нет ничего, чем по знакомству заказывать проект или дом. Вам построят говно, а потом будет еще неудобно говорить. И тут тоже. Человеку теперь неудобно сказать, сожгите ваш проект и отдайте деньги. Это же по знакомству. Я так и не смог рассказать о проекте целиком. Тогда я сгорел, а сейчас я открывать его снова не хочу. Но поверьте, я рассказал только о половине приколов данного проекта. Просто больше труп этого проекта пинать уже, наверное, и не стоит. С вами была справочная служба «Каркас Гид». Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. До следующего видео, пока.